Продолжается реконструкция Ильиной улицы. Подземные работы, связанные с прокладкой коммуникации, здесь завершены. Строители приступили к благоустройству. Без ошибок и ляпов, конечно, не обходятся, но они вовремя устраняются. Это происходит еще и потому, что за объектом пристально наблюдают общественники. На следующей неделе здесь планируется асфальтирование проездов, установка элементов благоустройства и освещения. По словам подрядчика, эти работы самые легкие по сравнению с тем, что уже сделано. На сегодняшний момент у нас полностью закончены работы по устройству инженерных сетей, переложен водопровод, хозбытовая канализация, идет монтаж ливневого лотка. На этой улице никогда не было ливневой канализации. Такая ливневка появится в Великом Новгороде впервые. Найдено техническое решение. При помощи лотков вода будет поступать в локальные очистные сооружения. Конечно, при такой масштабной реконструкции не обошлось и без трудностей. На улице проложено слишком много сетей на ненормативной глубине. Поэтому приходилось подстраиваться. Как и под археологов, которые в течение нескольких месяцев проводили раскопки. Кроме того, не предусмотрели и все нюансы при составлении проекта тротуаров. Пара входов в здание оказалась немного ниже уровня мощения. Но решение уже есть. Мы будем выходить на комитет по ЖКХ, чтобы они в рамках своих полномочий по капитальному ремонту фасадов зданий эти работы выполнены. Потому что если мы направляем туда свои средства, то это получается нецелевое использование. Мы считаем, что эту двень надо поднять где-то сантиметров на 10-15, чтобы она возвышалась над плиткой. Срок окончания работ по контракту 25 ноября. Но очертания преобразившейся улицы мы увидим уже через пару недель. Вот-вот рабочие закончат укладывать плитку для пешеходной зоны и начнется асфальтирование дороги. А это значит, что до первых морозов каждый успеет насладиться прогулкой по Ильиной. Редактор субтитров А.Семкин